Об этом поговорим с учёным, научным журналистом, ведущим граммологии Константином Рангсом. Константин, здравствуйте. Здравствуйте, вы меня слышите? Да, слышим и видим вас хорошо. Да, ну замечательно. В Риге, как мы видим и как пишут СМИ, поставлен снежный рекорд, по крайней мере сейчас. Что нас ждёт, какие прогнозы и можно ли слово «снежный апокалипсис» употреблять в отношении того, что ещё предстоит ощутить в Европе в том числе? Мне кажется, что мы все вместе девальвировали слово «апокалипсис». Для начала, вот если зайти, например, на… Я зашёл на британский сайт, где находится библиотека BetterOnline, библиотека архив данных по осадкам, в том числе по снежному слою. Вот, например, 2016 год, последние дни ноября, для данной по Риге, аэропорт Рига, толщина слоя 25 сантиметров. То есть больше, чем сейчас. Ну всё-таки довольно приличная, на целых 5 сантиметров. С другой стороны, можно сказать, что зиму 19-20 года вообще снега же не было в Риге. Есть масса фотографий, зелёная трава, в общем, Ирландия какая-то. Но если открыть, вот, например, моя мама сегодня открыла альбом с фотографиями 60-х годов, 70-х, и там тоже указан конец ноября. Снегу полным-полно, люди на лыжах, море встало или уже замерзает. В общем, короче говоря, зима по полной программе. И это как бы никого не удивляло, потому что это как бы все понимали. Зима наступила, ноябрь — это уже фактически предзимье или конец ноября, начало зимы. Все этого ждали. Ну а тут вот сейчас, если посмотреть комменты в социальных сетях, то люди, вот те, которые старше 30 лет, они многие удивляются. Они вспоминают своё снежное детство в это время года. И тем не менее, надо опять сказать, что были-были года, когда в ноябре и в начале декабря и до Нового года снега как-то было либо очень мало, либо он то выпадет, то растает. Так что сказать, что какой-то апокалипсис именно из-за явлений природы, я бы поостерёгся. А вот то, что, например, случилось то, о чём говорили, когда начали устанавливать всякие столбики, менять движение в городе. Вот сейчас же полно фотографий, где выясняется, что благодаря столбикам не может проехать снегоочистительная машина. В результате этого автобус останавливается у автобусной остановки нигде ему положено, а чуть ли не посредине улицы. Возникает давка. Ну, в общем, вот такие вещи. Не сам снег по себе виноват, а в том числе, как мы всё это запланировали. Если мы постараемся сделать движение в Риге, как, например, в Риме, или в Мадриде, или в Барселоне, то виноваты мы сами, потому что не бывает у них там таких снегопадов, которые, естественно, для нашего региона. Я так вот думаю. Если говорить всё-таки о прогнозах на будущее, можно ли их сейчас сделать? Что касается снега, вы говорили как раз о снежном покрове. Вообще, какой глубины может достигать снежный покров? То есть до скольких сантиметров могут быть эти сугробы? Можно ли будет в них утонуть вообще? Вдвое больше он. Я даже помню, по-моему, лет 10 назад так было. Но сейчас, на данный момент, ситуация следующая. Мы получили этот снежный заряд. Это, как говорится, циклон нас одарил. Сейчас будет усиливаться влияние антициклона, центра которых находится в Северных Балканах, над Венгрией. Судя по всему, температура понизится, осадков будет немного, а уже в конце следующей недели можно ожидать потепления, потому что придут с Атлантики циклоны, которые, скорее всего, как раз температуру повысят выше нуля. То есть у нас будет мокрый снег, возможно, пойдёт дождь, и то, что мы видим за окном, будет эта сказка таять. А вот то, что дальше, чем на 10 суток, на 2 недели, предсказать сейчас очень сложно. Циклоны сталкиваются, двигаются достаточно хаотично, и поэтому твёрдых каких-то гарантий нет. Вот можем сказать так, в ближайшие выходные дни можно отправляться на природу и прекрасно провести время при такой чудесной зимней погоде. И снежок есть, а с другой стороны сильного мороза нет. Ну вот, кстати, Кость, по поводу того, что эта сказка начнёт таять, а потом, если снова холода, то вся эта сказка будет замерзать, и тогда гололёд — опасное явление. Конечно, конечно. И это, кстати, большая проблема. А это не просто опасно, она ещё и дорогая. Дело всё в том, что асфальт очень плохо переносит вот эти перепады и скачки через ноль. Это страшное дело. И вот, например, я обращусь к опыту и мнению финских специалистов-дорожников, которые говорят, что после того, как реально на юге Финляндии зимы стали такие нестабильные, дороги стали разрушаться. Их чинят, но это большие расходы. Потому что когда зима наступила, и всё замёрзло аж до марта месяца, ну и хорошо, всё замёрзло. А когда у вас торт таяло, любые трещинки заполняются водой, потом мороз ударил, трим, лёд раздвигает. Мы, кстати, делали почти что два года тому назад в Гриммологии программу, посвящённую ямам на дороге. Я так думаю, что в этом сезоне стоит будет поднять старые записи и сравнить, что изменилось. Боюсь, что ничего. Всё-таки если говорить о снежных бурях, если они возможны у нас, и вообще, если мы говорим о Европе сейчас, там, центральной Европе, какого уровня они должны достигать, чтобы быть уже опасны для жизни, для конкретного человека, для его здоровья? И вообще, что нужно делать в таком случае? Ну, бури вот сейчас, мы же буквально несколько дней назад, в воскресенье, понедельник, имели сильнейший снежный удар. Это же была охвачена Молдова, западная часть Украины, Беларусь в известной мере. То есть вот даже вот рядом с нами. Но вот, как говорится, до нас вот этот удар в чистом таком виде не дошёл. Но такое может произойти, это абсолютно точно. И специалисты, они говорят, что это вопрос не то, что произойдёт ли, а вопрос в том, когда это произойдёт. Вот когда это произойдёт, когда двигаться по дорогам станет невозможно. Но в принципе это означает, что, скорее всего, наши метеорологи дадут красное предупреждение. Вот как услышите слово «красное предупреждение», то значит всё. Вообще выезжать из дома без лопаты, откапываться, без приспособлений для того, чтобы выезжать из заносов, без бутылки с питьевой водой, без, может быть, какого-то коробочки с сухим спиртом. Вот просто-напросто будет не очень дальновидно. Но одно дело ездить по городу, когда вы не выезжаете. А другое дело, если вы даже будете удаляться на 20-30 километров от города, то может быть... Вот возьмите тот же пример той же самой Финляндии. Там считают, что вот это удаление, вот буквально как отсюда, от Риги, например, до Олайны, но у нас тут довольно оживлённая трасса, но всё-таки надо учитывать. Тем более, если вы куда-то поедете в сторону от основных трасс. То есть это реальностью мы тоже в опасной зоне находимся. И поэтому нужно бдить, следить за сообщениями гидрометцентра. Если ещё о снеге говорить, кстати, вот у нас в садике, куда ходит моя дочка, проблема в том, что дети часто снег едят, и кто-то это делает прям очень интенсивно. Ну, например, моя дочка только пробует, но тем не менее тоже интерес есть. Насколько это может быть опасно, есть снег? Ну, ой, во-первых, снег... Тут нужно учесть, что снег при температуре около нуля, и снег при температуре на минус 20 — это всё-таки разные вещества. У снега же есть ещё одна... Он не просто холодная вода, он ещё и острая, замёрзшая, твёрдая вода. И поэтому известны случаи... Например, человек может при морозе упасть в снег и ободрать себе руки, например. Руки или лицо ободрать о снег. И, кстати, почему, например, при морозе нельзя брать снег и тереть им щёлки, нос, там, лоб, потому что вы можете получить результат совершенно не тот. Дело всё в том, что представьте себе, что вы берёте холодный песок, и этим песком начинаете тереть кожу человека. При минус... уже при минус 15 — это опасно. Он режет тонкий слой кожи, эпидермиса, туда может попасть инфекция, он и так всё будет воспаляться, и вы получите потом человека, у которого будет вот такое пунцовое лицо, вот как цвет задника у нас в студии. Сейчас вот это без всяких шуток, потому что это очень опасно. Когда нас вот готовили, геологов молодых, нам говорили, что ни в коем случае не пытайтесь растираться снегом. А ещё, допустим, если человек... Бывают люди, ну это дети тоже, но и не только дети, берут, например, в рот снег. Вы подумайте, какая у него температура. Вот он мало того, что он тут же охлаждает всё, он тоже ещё и дерёт нежнейшую слизистую оболочку в ротовой полости, или когда проглотить это пытаются. Так что с этим надо объяснять, что он может сказать, что это такой белый песочек. Вода стала песочком, не надо её жевать, эту воду. Может быть, им конфетку лучше дать какую-нибудь, чтобы снег не ели. Ну не всегда, кстати, срабатывает как альтернатива. Ну обычно это проходит. Вот сосулька, при том, что она холодная, всё же эта сосулька, она гладкая, и её жевать вряд ли кто будет. Твёрдая уж слишком. Ну полизали. Но опять-таки я так думаю, что при низких температурах детей вообще не выпускают на улицу. Вот когда выпускают, то надзор очень серьёзный со стороны воспитателей, нянечек, потому что это очень опасно. Всё-таки холод — это смертельно опасная вещь. Человек, я хочу напомнить, что человек замерзает насмерть уже при температуре примерно плюс 7, плюс 8 градусов, даже будучи в одежде. То есть уже процесс, баланс, вот голый человек, для него уже 22 градуса опасная температура. Вопрос в длительности нахождения. Но вы вспомните, наша естественная температура — 36,6, но обычно внутри организма больше 37, и это нужна температура, чтобы мы функционировали. И для того, чтобы мы функционировали, мы должны питаться, получать энергию и получать её постоянно. Холод убивает гораздо эффективнее, чем голод. Вот это очень важно понимать, что если есть холодно, но есть много еды, то ещё можно протянуть какое-то время. Но если и еды нет, то тогда всё крайне плохо. Это опять к тому вопросу, о том, что вот какая смертельная опасность. Вот люди едут, отправляются по дороге, машина ехать не может, но она занесена. Человек остановился в своём автомобиле, бензин кончился, солярка у него, и всё, время его выживания уже идёт на несколько часов, не более того. Вот это очень и очень серьёзно, мы должны это понимать. Поэтому с собой всегда надо иметь запасные батарейки, что-то такое керосиновое. А вот мне сообщили, сугробы опасны для детей, которые прыгают в них. Они могут задохнуться. Совершенно верно, потому что вот этот лёгкий снег, ребёнок, и не только ребёнок, взрослый, может резко, когда вдыхает эту пыль снежную, происходит рефлекторное сжатие воздушных путей, и начинается, во-первых, сильный кашель, а иногда просто спазм. Поэтому да, это очень опасная штука. Игры со снегом. Это лучше, когда все вместе за компанией и когда нет сильного мороза. Ну вот ещё спрашивают про магнитные бури у вас, Костя, как раз наши зрители. Я могу всем порекомендовать. Бури, естественно, солнце входит в период активного солнца. Знаете, тут, как всегда, история с ними, знаете, замечательная. Это всегда есть две стороны одной медали. Когда буря и солнце активно, оно защищает нас от галактического излучения, которое тоже не подарок. Но вот что с бурями. По последним данным, я вообще рекомендую заходить на сайт. Это, ну он находится в Соединённых Штатах, ну там информация со всего мира стекается. Сайт называется Today's Space Weather. Сегодняшняя космическая погода. Вот просто в поисковике наберёте и тут же попадёте. Он находится под крылом Национальной администрации по исследованию океана и атмосферы. Но вот это такое сокращение. И по последним, они дают постоянно мониторинг. У них спутники есть, которые летают между Солнцем и Землёй. Они получают первыми информацию о том, что вот он идёт поток заряженных частиц, что называется, выключайте все рубильники. Ну так, образно говоря. И по последним данным, да, вот к этому сегодня ночью должна дойти до нас волна выбросов. Это не должно быть что-то совершенно ужас-ужас, но вполне серьёзно. Это будет сильное, так сказать, возмущение. Возможно, что даже вот на нашей широте можно было бы увидеть северное сияние, точнее, полярное сияние. Но мы смотрим за окном, у нас облажная облачность. И поэтому вряд ли мы его увидим. Но предупреждения даются о том, что возможно нарушение связи, нарушение работы высокоточной электроники. И это вот если посмотреть, так покопаться, погрузиться внутрь всех этих сообщений, там можно найти такую информацию, что предупреждение идёт военно-воздушным силам США, предупреждение идёт биржи, и предупреждение идёт всем медицинским центрам. Сейчас очень многие люди уже пользуются всевозможными электронными приборами, лежат в больницах, а некоторые даже носимые. И вот эти, понимаете, получается, чем эти приборы портативнее, удобнее, тем меньше токов они используют. Но получается, что они как раз более восприимчивы ко всевозможным вот этим геомагнитным пульсациям. Поэтому вот предупреждение есть, но я хочу повторить. Зайдите на сайт Today Space Better, вы увидите, там такая будет колонка, диаграммы, зоны, где находится северное сияние. В общем, очень много полезной информации. И вы тогда будете, с одной стороны, вооружены, предупреждены, а с другой стороны, будете понимать, насколько всё плохо. Или не так уж плохо, как, может быть, покажется на первый взгляд. Ну что ж, будем следить за развитием событий. Благодарим вас. Константин Рангс был на прямой связи с Грэмом. Спасибо вам. И ждём вас в студии, Кость. Будьте здоровы. До свидания. Таким образом, мы нашли...